В этом видео мы расскажем о главном боге римлян, и клянусь Юпитером, это будет интересно. Итак, Юпитер в римской мифологии. Это главный бог в римском пантеоне. По своим регалиям он соответствует греческому Зевсу. Юпитер почитается как бог войны, небес и покровитель всего государства римского. В статусе верховного божества Юпитер возглавлял совет из 12 богов, а на земле его представляли авгуры, жрецы, через которых Юпитер управлял земными событиями. Римляне считали, что Юпитер сверху видит все, что происходит на земле, карает преступников и тех, кто не держит свое слово. Недаром клятва, клянусь Юпитером, была самой серьезной, и ее никто не смел нарушить. Юпитер – бог чего? Римляне считали, что он правил всем мировым порядком. Юпитер – метатель молний, и Юпитер – громовержец, был почитаем как властитель бурь. Юпитер, приносящий свет, считался владыкой вселенной. Юпитер, как величайший спаситель, был покровителем римского государства и хранителем его законов и общественного порядка на небе и на земле. Юпитер – терминалиус, это бог войны, он защищал римские государственные границы. Юпитер – виктор, был богом, приносящим победу в сражениях римским армиям. К ему поклонялись виноградари и земледельцы, как богу, влияющему на высокие урожаи. Интересные факты. Разгромив противника, римские полководцы посещали Капитолийский холм и приносили в жертву Юпитеру, захваченную в сражении добычу. Поскольку молния была главным атрибутом Юпитера, то место, в которое она ударяла, считалось для древних римлян священным. Когда на земле шел дождь, то римляне были убеждены, что это сам Юпитер дает земле влагу для роста хорошего урожая. Увлекательная история рождения Юпитера. Юпитер был рожден от богини земли Обс и господствующего бога неба Сатурна. Его отец был достаточно тираничен и жесток. Однажды он получил пророчество, что в определенное время будет свергнуть с пьедестала собственным сыном. Сильно опасаясь этого, Сатурн начал безжалостно поедать своих новорожденных детей. Богиня Обс как мать не стала долго терпеть такую тиранию и, понимая, что следующего ее ребенка Юпитера ждет участь всех предыдущих детей, пошла на обман. Юпитера она спрятала, а в пеленке завернула камень, который Сатурн благополучно проглотил. Повзрослев, Юпитер вернулся, сверг отца Строна и занял его место. Таким образом, пророчество сбылось. Жена и дети Юпитера. Супруга Юпитера была богиня Юнона. По аналогии того, что Юпитера отождествляли с верховным греческим богом Зевсом, Юнона уподоблялась греческой богине Гере. Как и Юпитер, Юнона повелевала миром, владела молнией и была весьма почитаема римлянами, за что получила имя Юнуна Капитолийская в честь храма Юпитера. Любовные похождения Юпитера. Юпитеру поклонялись, его боготворили и любили. У него было невероятное количество любовниц, и каждая связь заканчивалась рождением потомства. Геркулес был рожден от дочери мекенского царя Алкемны. Меркурий родился от Майи, горной нимфы, ставшей впоследствии женой вулкана. Феб и Диана родились от связи с Титанидой Латоной. Минос, впоследствии легендарный правитель Крита, был рожден от связи Зевса-Юпитера с Европой. Парадокс в тему. При всей любвеобильности и романах на стороне Юпитера почитали и в качестве боголюбящих сердец. На свадьбах молодожены клялись именно Юпитером быть верными друг другу. Как изображался Юпитер? Иногда его изображали в виде молодого красавца-юноши с темными кудрями, а иногда седовласым бородатым старцем. Но неизменно он восседал на троне, держа в одной руке стрелы молнии или жезл властителя, а в другой статуэтку Ники Самофракийской. Рядом с Юпитером всегда изображали орла как символ величия и могущества. Интересные факты о боге Юпитере. В честь бога-громовержца названа самая крупная планета в Солнечной системе – Юпитер. Спутники планеты получили имена любовниц и даже любовника Юпитера – Калипса, Европа, Ио и Ганимет. А изучать впервые эту планету был отправлен космический аппарат с именем жены Юпитера – Юнона. Вот такая взаимосвязь космоса и мифологии. Второй факт. До наших дней дошло крылатое выражение, что позволено Юпитеру, не позволено быку. Оно упоминается в ситуациях, когда что-то разрешено одному человеку и при этом считается совершенно недопустимым для всех остальных. Иногда так говорят, чтобы подчеркнуть свой более высокий статус по отношению к другому человеку. А истинный смысл фразы скрыт в греческой мифологии. Зевс, он же Юпитер, превратился в роскошного быка, когда задумал похищение прекрасной Европы. Он околдовал красавицу, заставив влюбиться в быка, похитил и соблазнил ее. Здесь подчеркивается разница между божественным прекрасным существом и обычным животным. То есть то, что возможно Богу не подвластно смертным. Третий факт. Праздник триумфа во славу Юпитера. Вы знали, что слово триумф пришло к нам из Древнего Рима? Да, триумф был праздником в честь военной победы. В Рим входило войско во главе со своим полководцем и происходило триумфальное или праздничное шествие победителей во славу Юпитера, ведь именно он, как бог войны, помогал одержать победу. Еще один интересный факт. В римском календаре существовали дни, которые назывались Иды и посвящались Юпитеру. Это были дни полнолуния, приходящиеся на середину месяца. В этот период римляне поднимались на вершины холмов и приносили жертвы Юпитеру. Так, например, на вершине Капитолийского холма в качестве жертвоприношения закалывали белую овцу. И, наконец, четвертый интересный факт. Гадание на птицах и Юпитер. Да, и здесь была взаимосвязь. Юпитер, как высший бог вселенной, повелевал и знал абсолютно все. Поэтому именно к нему обращались, чтобы получить предзнаменование. Ни одно важное дело не начиналось без ауспиций – гадания по поведению, крику и полету птиц. Это были гадания на государственном уровне и проводились они высшими жрецами Юпитера. Надеемся, вам понравилось это видео. Ставьте лайк и подписывайтесь на этот канал. Субтитры сделал DimaTorzok